Добрый день! Мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. А на календаре у нас сегодня 24 апреля. Ночь прошла неспокойно. Как всегда, начинаем с ночи. Вчера вечером, поздно вечером, был атакован город Харьков. И удар пришелся по жилому комплексу в Шевченковском районе города. Есть двое пострадавших, об этом сообщает мэр Харькова. И много поврежденных домов, выбитых стекол. Сейчас последствия этого удара устраняются. То есть враг не успокаивается и именно наносит удары по гражданским объектам. По жилым районам, по жилой застройке. Также в 7 часов утра сегодня был нанесен ракетный удар по городу Одесса. Известно об одной пострадавшей женщине. И около 30 домов поврежденные ударной волной. Там выбиты стекла. В некоторых домах упали потолки. Одесса очень старый город. Там есть здания, в которых еще до сих пор деревянные перекрытия. Такие здания есть во всех городах, которые имеют большую или длинную историю. Поэтому и повреждения такие естественно есть, когда от ударной волны осыпается потолок. Потому что он не монолитный, а на деревянных балках с мягким наполнением. Но и сегодня днем еще было. За это мы чуть позже разберем. Потому что сейчас только уточняют последствия. Сегодня днем был удар баллистическими ракетами по предместеу города Суммы. Там по частному сектору попало тоже очень много домов разрушено. И количество пострадавших и степени хранения сейчас уточняется сотрудниками государственной службы по чрезвычайным ситуациям. То есть Россия продолжает совершать военные преступления, продолжает геноцид против нашего народа. Линия фронта. На линии фронта произошло 101 боевое столкновение. То есть интенсивность боев растет. Враг пытается давить изо всех сил. Ну, в принципе, я считаю, что мое предположение, оно о том, что российское командование решило пойти в Абанк, оно примерно соответствует действительности. Кстати, в подтверждении этого можно еще сказать, что не зря Россия просто так сорвала своих миротворцев, в кавычках миротворцев, которые находились в Карабахе, на территории Азербайджана. Они там должны были, по договоренности, должны были до 2025 года находиться там. И с продлением до 2027, возможным продлением. А тут вдруг их рванули. И не просто рванули. Уже первый эшелон с бронетранспортерами, там БТР-82, 82А, это дизельный бронетранспортер. Первый эшелон 49 бронетранспортеров уже прибыл в Южный военный округ. То есть, понимаете, скорость переброски какая. 2000 десантников, которые там составляли, тоже уже прибыли в распоряжение. Может, уже даже находятся на территории Украины. А второй эшелон, примерно такой же, там около 50 БТРов, движется в направлении Ростова. И уже эти машины распределены между общевойсковыми армиями и бригадами. То есть, настолько дефицитная и нехватка сегодня вооружения и военной техники, бронемашин, что их уже распределили. И, ну, как вы думаете, конечно же, их на Донецкое направление, на Авдеевское и Бахмутское направления для штурма Часового Яра и развития успеха, как они это называют, в районе населенного пункта Очеретиво. Поэтому, поэтому и интенсивность боевых действий возрастает. И она будет, я так понимаю, в ближайшие несколько недель она будет держаться на максимальном уровне. Все, что сможет выдавить из своей группировки оккупационных войск на территорию Украины Рашистское командование, все будет выдавлено и будет брошено в бой. Не важно, пехотные это будут штурмы, штурмы на бронетехнике. Сейчас они стараются штурмовать на бронетехнике, но количество ее резко сокращается ввиду потерь наносимых силами обороны Украины вражеским войскам. В общем зачете враг нанес за прошедшие сутки 5 ракетных ударов, 77 авиационных ударов и совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам, расположенным в непосредственной близости или как в прифронтовой полосе. За прошедшие сутки авиационные удары рашистских оккупантов получили населенные пункты в Черниговской, Луганской, Донецкой, Херсонской областях. А под артверийский огонь рашистских захватчиков попало более 120 населенных пунктов. И здесь у нас практически вся линия соприкосновения с Аркастаном, как я ее называю, это и государственная граница Украины в Черниговской, Сумской, Харьковской областях и линия фронта, которая проходит в Луганской, Донецкой, Запорожской, возле Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей. Далее просмотрим оперативные направления и начинаем с севера, Волынское-Полесское направление. Здесь оперативная обстановка без существенных изменений. Разведывательная авиация в Барановичах продолжает свою работу. Пока там остается два истребителя Су-30МС, которые могут нести крылатые ракеты типа Х-59, Х-69. Но применение, слава Богу, с этого направления этих ракет пока не наблюдается. Далее идет Северское-Слобожанское направление. Тут тоже обстановка без существенных изменений, она намного сложнее. Здесь работа ДРГ противника, здесь обстрелы нашей территории, населенных пунктов. Причем, видите, как и областные центры страдают, Суммы сегодня, баллистика прилетела, Рашистская. Ну и приграничья, конечно же, страдает от Рашистской артиллерии. Мы проводим контрдиверсионные меры и наша артиллерия старается вести контрбатарейную борьбу. Кстати, я думаю, что в ближайшие недели мы усилим контрбатарейную борьбу с огневыми средствами противника, ведущими огонь по нашей территории. Благодаря началу поступления боеприпасов в первом пакете помощи от Соединенных Штатов Америки. Этот пакет будет боеприпасный. И если раньше, как бы по традиции, боеприпасный пакет или малый, помните, мы его называли пакет, он там составлял до 350, до 400 миллионов. То сейчас этот пакет будет миллиард долларов. То есть количество боеприпасов и бронетехники будет очень большое в этом пакете. Тем более он начнет поступать уже, я думаю, к концу этой недели. Уже на выходных первые снаряды должны пересечь государственную границу Украины. Далее идет у нас Купенское направление. Здесь враг немного зашевелился. Видимо, опять проверяют нашу оборону на прочность. В районе населенного пункта Берестово противник пять раз попытался атаковать наши позиции. Но все атаки были безуспешными. Мы отбили все пять атак и линия фронта на Купенском направлении не изменилась. Я понимаю, что очень подмывает расширское командование начать наступление. Но здесь у них, как говорится, что-то пошло не так. Все планировали и планировали, но что-то пошло не так. Поэтому и танковая дивизия топчется на месте, туда переброшенная на усиление этого направления. И расширское командование не решается отдать приказ на начало наступательных действий. Поэтому Купенское направление пока у нас более-менее спокойное по сравнению с другими. А вот Лиманское направление, там немножко всузили линию фронта. Я вам же говорил, что Белогоровку причислили к Бахмутскому направлению. И вот Северский выступ тоже весь отошел в состав Бахмутского оперативного направления. И на Лиманском направлении, несмотря на то, что оно стало намного уже, все равно там враг проявляет просто невероятную активность. 19 атак было осуществлено расширскими оккупационными войсками, но на нашей позиции. В основном атаки производились в районах населенных пунктов Грековка, Невская и Терны. Терны и Ямполевка. Понятно, что враг пытается прорваться в направлении Лимана. Или хотя бы прорваться в направлении Северска. Чтобы зайти в тыл нашей группировки. Срезать так называемый Северский выступ. Но скажу так, что наши войска не только отбили все 19 атак, но еще улучшили свое тактическое положение в районе Серебрянского лесничества. Провели довольно успешную контратаку. Враг сработал, в том числе и фактор внезапности. И наши войска отбили несколько позиций у врага. И теперь закрепляются на этом новом рубеже. Я надеюсь, в ближайшее время это будет отображено на картах, в том числе и Дипстейт. А вот Бахмутское направление. Здесь враг предпринимает просто титанические усилия. Давление максимальное, которое они могут выдать на сегодняшний момент. Теми силами и средствами, которые тут сосредоточены. Но они уперлись в жесткую нашу оборону и ничего пока поделать с этим не могут. Надеюсь, так и не смогут. На Бахмутском направлении наши войны отразили 21 атаку противника. Атаки проводились, начиная от Белогоровки Луганской области, Верхнекаменная, Новая, Спорная, Ивановская, Клещиевка. Где враг при поддержке авиации пытался улучшить свое тактическое положение. Я вам уже объяснял, что Клещиевка-Андреевка на этом рубеже, если они не перейдут железную дорогу, то они не смогут поддавливать левый фланг или южный фланг обороны Часового Яра. И говорить о каком-то полуокружении вообще не приходится. А развить успех они не могут. Почему? Потому что наши войска проводят, я еще раз говорю, и здесь на Бахмутском направлении, так же как и на Лиманском, используя измотанность рашистских войск, то что фактически у них на позициях почти не остается личного состава. Они гонят всех в атаку, атака захлебывается, они несут колоссальные потери, откатываются назад, а количество людей уже очень мало. Наши используют эти моменты и проводят успешные контратаки. Так в районе Ивановского нам удалось оттеснить врага с его позиции и восстановить контроль над некоторыми позициями южнее самого Ивановского. И получается теперь мы подрезаем этот выступ в районе Ивановского, который сформировали рашистские войска за последние полгода. Вот они полгода бьются уже там в районе этого населенного пункта. И все, что они продвинулись вперед, мы теперь его можем довольно успешно подрезать. Здесь, кстати, в районе Ивановского колоссальная нехватка тяжелой техники у врага, и он проводит в основном атаки пехотой. А пехотные атаки очень быстро отбиваются, как с помощью дронов, так и с помощью нашей артиллерии. Несмотря на то, что рашистское командование продолжает вытягивать резервы в виде личного состава и техники, и сосредотачивать их в районе Бахмута, кстати, мы там буквально на прошлой неделе мы накрыли там командный пункт 59-й, по-моему, мотострелковой бригады, где погибло 8 старших офицеров бригады. Вот эти резервы туда собираются для того, чтобы усилить давление именно на Часов Яр, или на одном из флангов Часового Яра. Но мы с этим успешно боремся. Кстати, мы распечатали, ну, многие приходят к выводу, я тоже поддерживаю эту идею, что, скорее всего, наше командование дало отмашку, что можно использовать те запасы «Хаймарс», не экономить, потому что на выходных, я же говорю, первый снаряд пересечет государственную границу Украины. В том числе там будут боеприпасы к «Хаймарс». Поэтому наши реактивные системы залпового огня типа «Хаймарс» и «М-142 «Хаймарс» и «М-270» начали активную работу по ближайшим тылам, по тактическому тылу рашистских оккупационных войск. И не только пункты управления, но и районы сосредоточения личного состава и техники, и полевые склады боеприпасов, где они организовываются. Так что удары наносятся на всю глубину досягаемости этих реактивных систем. Кстати, на сегодняшний день Украина стала уже вторым в мире, точнее, занимает второе место в мире среди операторов реактивных систем залпового огня «М-142 «Хаймарс». Далее у нас идет с вами Авдеевское направление. Здесь такая же боевая активность со стороны врага, и они пытаются, ну здесь им больше удалось достичь, они пытаются развить свое вклинение в районе Очеретина. 21 атаку провели вражеские войска на Авдеевском направлении. В основном атаковали тоже практически по всей линии фронта на этом оперативном направлении. Новокалиного, Очеретина, Новобахмутовка, Бердичи, Яснобродовка, Нитайлова, Первомайская, Невельская. Они продолжают, рашистские войска продолжают пытаться закрепиться в Очеретина. Да, большая часть населенного пункта находится под контролем рашистских войск. Новобахмутовка тоже скорее всего уже находится под контролем рашистских войск. Но там есть особенность, и несмотря на то, что они в районе Новобахмутовки пытаются расширить вот это вклинение, но пока оно не достигнет как минимум 20 километров ширину, оно будет насквозь простреливаться нашей артиллерией, что мы сегодня и делаем. Заведено туда, в район Новобахмутовки-Очеретино, где-то около трех частей, две бригады отдельных и полк. Они успели уже туда затолкать. Это прекрасная мишень для работы нашей артиллерии и подразделений FPV-дронов. Что мы и делаем. Мы прорежаем активно ряды расширских оккупантов. Поэтому говорить, что они там пытаются закрепиться, но они там не могут удержаться, потому что им постоянно надо маневрировать, уходя из-под огня нашей артиллерии. Сколько они так еще продержатся, сколько они еще туда загонят личного состава, сказать очень трудно. Но подход боеприпасов для нашей артиллерии только усилит наши возможности, огневые возможности по уничтожению врага на вот этом выступе. Слишком узкий выступ и он слишком глубокий. То есть, маршрут логистики практически простреливается даже из крупнокалиберных пулеметов. То есть, он очень узенький, меньше километра. Но несмотря на это, они пытаются загнать туда кучу народа и пытаются развивать наступление в западном направлении от населенного пункта Очеретина. Но здесь уже, мы кстати проводим там стабилизационные мероприятия. Мы усилили, вернули туда бригаду, которая там занимала оборону и туда подходят наши резервы. Да, с той бригадой, которая там держала оборону, я думаю, что наше командование должно провести служебное расследование и определить, почему так получилось, что враг прорвал линию обороны и так быстро занял населенный пункт Очеретина. Что, кстати, очень сильно повлияло на фланги этого прорыва, потому что нашим войскам теперь приходится держать оборону с двух сторон. И это намного сложнее. Когда оборона в линию, ну мы уже с вами все специалисты, когда оборона, линия фронта прямая, то тогда и оборону держать легче. Только фронтальные атаки. Когда линия обороны зигзагообразная или изогнутая, то тогда на изгибах получается, что можно попасть под перекрестный огонь врага. Что и получилось у тех подразделений или частей, которые находятся на флангах этого, держат оборону на флангах этого вклинения. Также в направлении населенного пункта Прогресс была остановлена попытка наступления расистских войск удачной контратакой одной из наших бригад. Противник продолжает давить на Новокалиновое, где сумел практически подойти к трассе, которая идет на Новоконстантиновку. А также продолжает давление в Бердичах и в Семеновке, где подразделения сил обороны показывают качественную маневренную войну, реагируя на движение штурмовых групп врага. То есть мы тоже маневрируем и стараемся уничтожать эти штурмовые группы, которые пытаются прорваться через нашу оборону. К сожалению, силы не равны. Здесь примерно в районе Бердича и Семеновка враг создал примерно трехкратное, как минимум, трехкратное превосходство над силами обороны Украины. Имеется ввиду по пехоте. И вот эта вот пехота малыми штурмовыми группами расползается по всей местности и с ними приходится бороться нашей пехоте, плюс артиллерия, плюс певишки. Но добавьте к минимуму трехкратному превосходству вражеской пехоты, еще добавьте сюда и кабы, которых здесь сбрасывают до 30 штук в сутки, плюс вражеская артиллерия, ну и плюс присутствие бронетехники. Как бы там ни было, она есть. Не так много, как было раньше, но тем не менее, все равно она есть. Иногда даже приходится бороться с колоннами бронетехники небольшими, которые выдвигаются с пехотой на броне для очередного штурма наших позиций. Также продолжаются довольно ожесточенные бои в районе Уманского и Первомайского. Далее идет у нас Новопавловское направление. Тут силы обороны продолжают сдерживать врага. И несмотря на 24 атаки, которые состоялись в основном, это Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяная и Урожайная. Вот практически тоже все оперативное направление. Враг ведет активные наступательные действия. Здесь зафиксировано самое большое количество атак. На нашей позиции 24 их состоялось за прошедшие сутки. Но здесь же самая стойкая наша оборона. Ни одна из атак не увенчалась успехом. Враг, понеся потери, откатился на исходные рубежи. Кстати, надо отметить, что Новопавловское направление, Огледарский выступ и бывшее Марьинское оперативное направление, оно сейчас влилось уже так плавно в Новопавловское. Его еще Покровским называют теперь в генеральном штабе. Абдеевское вроде бы как переименовывают в Донецкое, а Новопавловское в Покровское. Но тем не менее, я хочу отметить, что на Новопавловском направлении наша оборона наиболее устойчивая. И здесь продвижений врага нет уже давно. Несмотря на то, что боевая активность практически самая высокая. Они меняются периодически. То Бахмутское направление берет пальму первенства по количеству атак, то Новопавловское направление. Авдеевское как-то немножко так проседает в количестве атак. Хотя наибольший успех именно у врага, мы констатируем, он на Авдеевском направлении. Так что держится Новопавловское направление, линия фронта без изменений. Ореховское направление. Ну, здесь боевая активность меньше, в разы меньше. И, в принципе, она примерно на этом уровне и держится. Где-то от 4 до 7 атак бывает. В основном враг пытается атаковать либо в районе Старомайорского. Ну, в Старомайорском они пытаются атаковать. И либо в районе Работина или Вербового. Ну, в эти прошедшие сутки они атаковали в районе Работиного. Пять раз. И Старомайорского. И пять раз всего было зафиксировано атаки наших позиций. Ни одна из атак не принесла успех врагу. Враг, понеся потери, отступил на исходные рубежи. Так что на Ореховском направлении линия фронта практически без изменений. Я даже думаю, что активность на Ореховском направлении и на Купинском направлении, это может быть отвлекающим маневром, чтобы максимально растянуть наши силы обороны. Чтобы мы не могли сосредотачивать резервы на трех оперативных направлениях. Но я думаю, что в связи с нехваткой резервов у врага, я думаю, что, во-первых, эти два направления, 4-5 атак, они могут сохраниться. Такой темп враг еще может держать теми даже силами, которые у него есть на этих двух оперативных направлениях. Но вот боевая активность по 19-20 атак за сутки на трех оперативных направлениях, я думаю, что скоро закончится. В любом случае, Генеральному штабу Рашидской Федерации придется принимать решение о направлении главного удара. И выбирать из трех направлений одно, дабы сосредоточить там основные усилия. В противном случае, из всего обещанного наступления, вот это будет самое активное, которое мы наблюдаем сейчас. Оно идет. Вот даже то, что говорят, что там еще в мае будет враг, пытаться наступать, нет. Вот то, что они сейчас начинают или начали активные атакующие действия при поддержке авиации с целью продавить нашу оборону. Вот это и есть весеннее наступление. Перерастет оно в летнее или нет, это огромный вопрос, потому что не бесконечные резервы даже у Рашидской Федерации. Нужна будет оперативная пауза для перегруппировки войск, для объявления о мобилизации. Никуда Рашидской Федерации не денутся. И соответственно для подготовки этих резервов, формирования подготовки этих резервов и вводу в бой. Так что я думаю, что вот единственное, что ситуация ухудшается в плане того, что нам нужны боеприпасы сегодня и сейчас. Они начнут прибывать, начнут только первой партией поступать, ну в лучшем случае в выходные дни. В худшем на следующей неделе. Мы об этом сегодня еще поговорим отдельно. О прохождении законопроекта. Все по плану, кстати. Идет, вот здесь мы точно можем сказать, что все идет по плану в Белом доме и в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. Ну и остается у нас Херсонское направление, где Рашидские оккупанты пытаются вытеснить наши подразделения с Плацдаровым на Левобережье. За прошедшие сутки Рашидские захватчики совершили при поддержке авиации три безуспешных штурма на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки. Или того, что от них осталось. Кстати, сегодня показали наши военные видео, снятое с дрона в того места, я так бы это сказал, где когда-то был населенный пункт Крынки. Там даже остались только одни остовы от зданий. То есть, одни фундаменты, все усеяно кирпичными обломками. То есть, ровное каменное поле. Никакого признака строения, ничего нет. Все выровнено Рашидской артиллерией и авиацией в ноль. Но, тем не менее, я, кстати, там почитал, очень интересно, как адепты русского мира пытаются... Да, у вас там на левом берегу 100 квадратных метров, 100 бойцов, так вы год уже не можете справиться с этими 100 бойцами на 100 квадратных метров. Если бы это соответствовало действительности, мы бы уже давным-давно потеряли эти плацдармы. С теми усилиями и с теми потерями, которые несет Рашидская армия, штурмуя наши плацдармы. А они продолжают сражаться, продолжают наращивать, пытаться наращивать боевой потенциал свой и наносить максимальный урон врагу. Столько, сколько мы перемолотили. Вспомните, что две бригады, которые выведены в Крым и до сих пор, уже третий месяц пошел, как эти две бригады, которые были выведены из-под Крымок, до сих пор восстанавливают боеспособность. До сих пор они не могут вернуться в строй, так как не могут укомплектоваться ни личным составом, ни техникой. Его катастрофически не хватает. Сейчас они там сидят в Крыму и крестятся, чтобы не вернуться опять в Крымки. Потому что наша морская пехота с силами специальных операций рвет их там просто на фашистский крест. Далее. За прошедшие сутки авиация Силы обороны Украины нанесла удары по 17 районам сосредоточения личного состава и техники врага. Активность. Обратите внимание, как резко возрастает активность нашей авиации. Кстати, Хаймерсы пошли именно по системам ПВО. Как раз они достают системы ПВО среднего радиуса действия, буки, торы. И это все горит и взрывается под ударами наших реактивных систем. И по одному, и по зенитно-ракетному комплексу противников. И авиация тоже, видите, работает по расчистке неба для того, чтобы дальше продолжать работать. Чем больше систем ПВО будет уничтожено, в России уже больше негде брать. Уже там, уже они снимают с некоторых городов. Да, мобильные группы они могут создавать и на базе ПЗРК, и на базе стрелкового вооружения, имею ввиду крупнокалиберных пулеметов. Но ЗРК среднего, допустим, звена, среднего радиуса действия, или ближнего радиуса действия, такие как Панцирь, Тунгуска, вот здесь уже расчистская армия испытывает огромный дефицит. А выпуск таких систем вооружения очень крайне сложен. На сегодняшний день практически в России остановлен, не проводится. Они пытаются восстанавливать то, что методом каннибализма, три разбирают, одну собирают. То, что с хранения снимают. Но, опять же, не забывайте, что эти системы, те, которые были на хранении, их никто не модернизировал. Они старые, советские. И, соответственно, их уровень резко, в технических возможностях резко падает, когда их ставят в строй. То есть, они хуже по ТТХ, чем те, которые прошли модернизацию, были на вооружении, были, говорю, в прошедшем времени, на вооружении расчистской армии на момент, допустим, вторжения в нашу страну. А вот подразделение ракетных войск, так что авиация работает. Видите, 17 вылетов, 17 ударов, это довольно серьезная работа для нашей авиации. Так это еще F-16 не пришли. Далее, подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по наземной станции управления дронами, опять же, по операторам работают, районам сосредоточения вооружения и военной техники врага, двум районам сосредоточения личного состава вражеского, средству противовоздушной обороны одному и двум важным объектам противника. Всего за прошедшие сутки расчистские войска понесли следующие потери. Суммарно, на всей линии фронта в личном составе 880 расчистских оккупантов, в технике и вооружении в танках 1 единица, в боевых бронированных машинах 12 единиц, в артиллерийских системах 43 единицы, в реактивных системах залпового огня 2 единицы, в средствах противовоздушной обороны 2 единицы, в беспилотнике оперативно-тактического уровня 32 единицы, в автомобильной технике 47 единиц и в специальной технике 8 единиц. Вот такие потери, в общем, понес враг на всей линии фронта от Сватова до Олеша. И, в общем, такая военная обстановка сложилась на всех оперативных направлениях в нашей стране. Прежде чем мы перейдем ко второму разделу, к военно-политической обстановке, опять отметилась наша служба безопасности. Держит свое слово глава службы Василий Малюк в том плане, что нефтеперерабатывающий фронт он не забывает. Как он его объявил, так СБУ продолжает наносить удары по объектам нефтеперерабатывающей промышленности или отрасли, по объектам нефтеперерабатывающей отрасли российской экономики. Минус 26 тысяч кубометров российского топлива. Дроны службы безопасности поразили две нефтебазы в Смоленской области. Ничего не помогло, никакие... Да, как всегда, Шойгу там в перерывах между наблюдением, как арестовывают его замов, Шойгу пытался рапортовать, что все сбили, как обычно, все сбили. Никто никуда не долетел. Но местные, спасибо местным жителям, еще раз говорю, мы им благодарны за это, они очень хорошо освещают такие вопросы. Они даже написали, что там, где какие взрывы были и сколько их было. Я не буду сейчас это цитировать, но на двух нефтебазах, там не просто нефтебазы, там были... Это были объекты Роснефти, компании Роснефть. Это две базы по хранению и перекачке горюче-смазочных материалов. Они находились в населенных пунктах Ярцева и Раздорово, в Смоленской области, Рашистской Федерации. И по данным источников, там сначала прозвучали взрывы, а потом начался масштабный пожар. Ну, понятно, что после взрывов начался масштабный пожар, разлив топлива, которое было на этих базах. И, соответственно, была проведена экстренная эвакуация персонала. Хранилось там, еще раз говорю, 26 тысяч кубометров горючки различного типа и дистоплива, и бензинов, и так далее. Так что СБУ продолжает эффективно уничтожать военную инфраструктуру и логистику, обеспечивающую топливом расширскую армию в Украине. Эти объекты есть и будут оставаться нашими абсолютно законными целями, отметил источник в службе безопасности. Кстати, я скажу, что ПАСЭЖи, парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила в своей резолюции, что объекты нефтегазового комплекса являются абсолютно легитимными целями для их уничтожения. Потому что они, ну, как мы говорим, топливо это кровь армии. Так вот, мы делаем кровоопускание для расширской армии. И так что вот такие вот операции, успешные операции продолжает служба безопасности теми дронами, которые они сами разрабатывают и сами производят. Ну, кстати, не только СБУ не отстает от них и другие подразделения. И вообще сегодня ночь была очень продуктивная. Для наших беспилотников на Москве этой ночью, кроме вот этих двух баз, нефтебаз по хранению перекачки топлива компании Роснефть, еще в Воронежской области пылает нефтеперерабатывающий завод. То есть никаких запретов, никто нам ничего не доводил. И летят дроны, ну, пока мы не знаем чьи добрых людей, летят дроны, горят нефтеперерабатывающие завод. Так что Воронежская область, еще минус один НПЗ. В Липецкой области беспилотник, ну, упал в кавычках. Почему говорю упал в кавычках? Потому что губернатор Липецкой области заявил, что все сбили, все абсолютно. Ну, вот обломки беспилотника упали на территории промзоны. И последствия уточняются, заявляет губернатор. А вот по информации расистских источников, медиа и местных жителей, оказывается, удар был, это был удар беспилотником Никея, обломки, никто его не сбивал. Он долетел и ударился, очень важный объект. Причем, судя по местным пабликам, не один беспилотник долетел, а несколько. Они попали в металлургический комбинат, там, Липецкий металлургический комбинат, знаем, довольно крупное предприятие. Так вот, они попали именно в кислородную станцию. Это два кислородных блока на этом комбинате остановлены. Это повлияет на работу самого комбината, потому что металлургический комбинат без кислородных станций работать не может. Ему постоянно нужно подавать сжатый воздух для обеспечения технологии процесса производства и литья стали. Так что, вот такие вот обломки, как сказал в кавычках губернатор Липецкий, упали. Что два блока кислородной станции выведены из строя на сегодняшний день. Кислородная станция остановлена, и это может повлиять на работу самого комбината. Так что, вот такие вот еще потери, надо записать, происходят в Рашизской Федерации. Ну, а теперь немножко поговорим о военно-политических новостях, которые произошли вокруг нашей страны. Ну, и в нашей стране в том числе. Как там не радовались, опять же, вспомню адептов русского мира в комментариях, что Сенат отложил, писали там, отложил голосование. Голосование было отложено чисто по техническим причинам. Почему? Потому что некоторые сенаторы хотели подать поправки. Ну, мы понимаем, какие сенаторы, это те, кто относится к маговцам, пытались, так же, как и в Конгрессе, в Нижней Палате, несколько конгрессменов, конгрессменш. В частности, одна выступила с парц вообще против выделения денег Украине, а вторая, грин, конгрессменша, выступила там с поправками, что деньги использовать нельзя при принятии тех поправок. То же самое было и здесь. Только здесь это сделали в комитетах. Этим сенаторам просто объяснили, что нет смысла затягивать процесс голосования, потому как все равно эти поправки не пройдут. Большинство Сената за то, чтобы предоставить помощь Украине. Кстати, на расистском телевидении смена методички у пропагандистов, они теперь ругают республиканцев, потому что считают их предателями. Они, оказывается, их считали своими союзниками, что они блокируют помощь Украине. А теперь республиканцы дали такое огромное количество голосов для этого законопроекта, а теперь они предатели. В глазах рос пропаганды. Так вот, Сенат собрался, на два часа они отложили всего лишь голосование, собрался и проголосовал за 79 против 18. Пакет был проголосован пакетом, все четыре сразу. Был проголосован, тут же подписан главой Сената и сегодня этот документ попадает на стол, должен попасть на стол президенту Соединенных Штатов Джо Байдена. Джо Байден обещал сегодня, в среду, подписать закон о помощи Украине и поставки должны возобновиться на этой неделе. Джо Байден заявил, что подпишет одобренный Сенатом закон о помощи Украине в среду и это произойдет, как только этот законопроект попадет ко мне на стол, сказал Джо Байден. По словам Байдена это делается, чтобы мы могли начать поставки оружия и оборудования Украине на этой неделе. То есть, как я и говорил, если сегодня до конца рабочего дня Джо Байден подписывает этот законопроект, он превращается в закон. И с этого момента первый трал с техникой, первый ящик со снарядами начинает движение в сторону Украины. И мы ожидаем, что в ближайшие несколько дней до выходных первый снаряд пересечет государственную границу Украины. Тем более, что по заявлениям представителя Пентагона, как оказалось, весь этот первый пакет помощи, который, кстати, может включать и ракеты атакам с дальностью на 300 километров, он находится на территории Польши и Германии. Так что не надо никуда ничего везти через океан, все уже давно собрано, спаковано, осталось только завести в Украину и передать нашим силам обороны, нашим вооруженным силам. Очень интересная новость из Европейского Союза, только вчера я вам рассказывал о таких грозных заявлениях Сиярта, министра иностранных дел Венгрии, который обещал заблокировать все. Хвастался, что уже там 500 миллионов заблокированы, полтора миллиарда они будут блокировать помощи Украине, которые Европейский Союз собирался выделять нам из фонда. Они же создали, знаете, да, в Европейском Союзе создан специальный фонд помощи Украины, и в этот фонд поступают средства различные, в том числе и проценты, начисляемые на замороженные активы Российской Федерации. В Европе они уже начали этот механизм перечисления, и Европа с этих фондов выделяет нам средства на помощь. Причем там все, и я вам вчера перечислял, там и закупка вооружения, и социальные, заканчивая, начиная с закупки вооружения, заканчивая социальными программами. И Сиярта сказал, что они с Орбаном встанут насмерть, как там кремлевская стена будут стоять, потому что Путин так сказал. Ну, о чудо! Венгрия вчера молча проголосовала за это выделение. После всех вот этих публичных заявлений с угрозами заблокировать любую помощь Украине, представитель Венгрии молча поднял руку, за, сегодня Украина получила от Европейского Союза полтора миллиарда евро. Это часть одобренного ранее пакета в 50 миллиардов помощи. Кстати, наш министр финансов Сергей Марченко сказал, что уже эти средства заходят в Украину. То есть, все делается очень быстро. Только проголосовали, сразу же банки начали между собой расчеты или движение денег, и эти деньги уже заходят в Украину. Так что, вот такие вот политики в Венгрии на сегодняшний день управляют этой страной. Грозились, грозились, балакали, балакали, силы и заплакали. Вот примерно так. И это очень хорошо, что у Европейского Союза есть очень много рычагов влияния, особенно на таких строптивых, как Венгрия. Я думаю, что именно такое давление на Венгрию и такое укращение строптивого, я имею ввиду, Евросоюза, Венгрии Евросоюзом, дает повод Фицу, премьер-министру Словакии, задуматься. И я смотрю, что он активных действий особо не проявляет. Он мало поддерживает Орбана в плане пророссийских настроений. Он молча не трогает ни один коммерческий заказ, оборонзаказ, который выполняет словацкая ВПК в пользу Украины или для нужд вооруженных сил Украины. Сейчас население Словакии показало ему такой жесткий пример, в плане того, что они за пару дней собрали рекордные 2 миллиона евро. Это на закупку боеприпасов для нашей армии по проекту или по программе Петра Павла, президента Чехии. Так что Фица сидит и тихонько помалкивает, чтобы не попасть еще под раздачу со стороны Европейского Союза. Ну а в это время мы ведем переговоры по поводу нашего сотрудничества с фирмами, которые производят системы Патриот. И почти полностью мы начинаем у себя, мы сейчас ведем переговоры о заключении договора, чтобы нам дали право производить компоненты к системе Патриот. И я думаю, что это в первую очередь будут ракеты. Почему? Потому что это проще всего организовать. Все-таки сам комплекс имеет и технические секреты, и в принципе он, будем так говорить, объединяет очень много смешников. Поэтому, скорее всего, речь идет о ракетах комплексу Патриот. И да, а у Украины есть огромная база у нас, она есть, она вся сохранена. Так что не надейтесь, что там что-то разбомбили. Все эвакуировано, все спрятано, все тихонько работает. Там, где надо, там и работает. И недаром даже журнал Forbes подтвердил, подтвердил наше заявление, заявление КБ «Луч» о том, что мы в 10 раз в этом году наращиваем выпуск ракет «Нептун» по количественному их показателю. В 10 раз. И если уже Forbes подтверждает, значит это уже 100% соответствует действительности. Потому что раньше об этом заявлял КБ «Луч», но я, например, ему верю, от А до Я, потому что я знаю, что Пан Коростылев не бросает слова на ветер, а как правило, все, что он говорит, все соответствует действительности. Тут даже сомнений быть не может. Но уже Forbes берем в качестве подтверждения. Второе, как говорят разведчики, альтернативный источник. Так что наши «Нептуны» будут сейчас летать, а их еще подучили, они стали умнее, они стали разбираться в целях и на суходоле, не только по морским целям. А еще АКБ «Луч» собирается прилепить хвост, сделать длинный «Нептун», как они говорят, который может увеличить дальность до 300, может быть и 400 километров. Сейчас пока трудно это сказать, но они приделывают первую ступень разгонную твердотопливную для порохового ускорителя, для того, чтобы «Нептун» стал еще и дальнобойной системой. Больше, чем малая дальность, больше 300 километров. Так что Украина сейчас ведет переговоры для того, чтобы начать производство ракет к системам «Патриот» на собственной производственной базе, нашими собственными усилиями. Нам это крайне важно, потому что если мы собираемся вооружаться именно такими системами, которые в состоянии бороться с баллистикой, с российской, то тут без производства собственных боеприпасов нам не обойтись никак. Так что вполне возможно, что в ближайшее время будет подписан договор, мы получим лицензию на право производства ракет и документацию для организации процесса производственного для систем «Патриот». А Великобритания тем временем в этом пакете помощи, который объявил Риши Сунак, самый крупный за последнее время от Великобритании, передаст нам еще и высокоточные авиабомбы «Пауэ Вэй-4». Об этом сообщает издание BBC. Максимальная дальность этой бомбы более 30 километров, ее масса 230 килограмм. На вооружение Королевских Воздушных Сил эта бомба поступила в 2008 году. Это КАП, высокоточная бомба. Она сбрасывается с самолета и на 30 километров улетает в глубину обороны противника, или по переднему краю. 230 килограмм. Очень-очень хорошая штука. Теперь мы носителями этих авиабомб являются истребители Еврофайтер, Тифон, Туфон, Ф-35, Торнадо и Харе. А также эти бомбы подходят под Ф-16. Как раз не надо ничего переоборудовать, придут бомбы и придут буквально через месяц должны появиться первые самолеты. А мы зачищаем ПВО противника. То есть все складывается довольно неплохо. Но, кстати, Ф-16 ждать не будем. Наши самолеты тоже будут модернизированы, скорее всего, под эти бомбы. А может быть так, что бомбы придут вместе с Ф-16. И тогда уже они начнут работать по одной из своих предназначений. То есть в качестве бомбардировщиков. Но на этом Королевское Королевство Великобритании не останавливается. Точнее, британская корона. Они, как заявил Риши Сунак, что Британия переведет свою оборонную промышленность на военные рельсы. О чем идет речь? Речь идет о том, что Туманом Альбионе, так называют Британию, планируют увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП. Военные обязательства, описанные Сунаком, как наибольшее укрепление нашей национальной обороны за поколение, означает, что Великобритания потратит 75 миллиардов фунтов на финансирование оборонной промышленности в течение следующих 6 лет. Это вот на одно поколение. Они уже просчитали план. Среднесрочная перспектива. Такое решение обосновано растущей угрозой со стороны таких стран, как Россия, Китай, Иран и КНДР. Вот вам, пожалуйста, уже переход оборонки. Практически начинается эпоха гонки вооружений. Посмотрим, чем теперь ответит Рашистская Федерация. И сможет ли она ответить чем-то на такие вызовы со стороны той же Великобритании. Я думаю, что не только сейчас. Сейчас пойдет целый парад, как говорят, суверенитетов в плане увеличения военных расходов для повышения обороноспособности стран. И это будет массово. Причем не только в составе стран, входящих в состав Североатлантического блока, то есть в состав стран НАТО. Но и другие страны тоже думают о своей безопасности. Блинкин прибыл с трехдневным визитом в Китай. Три дня. Цель поездки является укрепление двухсторонних связей между странами. Несмотря на то, что сейчас напряженность, очень высокая напряженность в отношениях между Китаем и США. Также сообщалось ранее, что глава Госдепа США потребует, чтобы Китай запретил своим компаниям развивать и поддерживать военно-промышленный сектор Рашизской Федерации. То, что я вам и говорил, что сейчас Соединенные Штаты капитально взялись за Китай в плане принуждения его к остановке любых экономических связей с военно-промышленным комплексом между Китайскими компаниями и Рашизской Федерацией. Ну и о передаче нам вооружения сейчас решается вопрос. Уже, кстати, Германия заявила, что они нашли как минимум четыре комплекса батареи Patriot. Это две в Греции, две в Испании. И считается, что решается сейчас вопрос о том, чтобы Греция и Испания передали нам по две батареи своих Patriot. Одну, кстати, батарею снимает с Афин. Сейчас вокруг Афин стоит, или под Афинами, на страже неба стоит две батареи Patriot. Одну из них греки согласились снять и передать нашим вооруженным силам. Так что Латвия даже готова передать Украине системы противовоздушной обороны малой дальности. Это, кстати, то, что сегодня на переднем крае крайне необходимо. Например, тот фактор, что штурмовики Су-25 и рашистских ВКС работают по переднему краю наших войск и разворачиваются в непосредственной близости от линии фронта, говорит о том, что у нас на данный момент даже дефицит в стингерах, в приносных зенитно-ракетных комплексах, уже не говоря о других. Так что Латвия в этом плане, министр обороны Латнева сообщил, что да, у некоторых стран есть системы Patriot и есть страны, в которых этих систем нет. В Латвии нет системы Patriot. Однако они могут предоставить Украине другие системы ПВО, что Латвия и сделает. Ну вот, такие военные события, военно-политические события происходят вокруг нашей страны и в нашей стране. И пару слов мы скажем о событиях за поребриком. Что же там, что на Московии творится сегодня? А Московия назад идет семимильными шагами в Советский Союз. Официально введена цензура. Официально. На базе Российского Книжного Союза будет запущен экспертный центр для оценки печатных и электронных книжных изданий на предмет соответствия законодательству. Об этом сообщают российские средства массовой информации. Цель создания центра – создание схемы для определения книг, которые стоит изъять из продажи за разного рода нарушения. Совет рассматривается как одна из приемлемых схем для определения книг, подлежащих изъятию из продажи из-за нарушения закона. В состав этого центра вошли представители Роскомнадзора, Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества, Русской православной церкви и других учреждений и организаций. Тут можно только сказать, что занавес закрывается. Назад в СССР. Цензура на официальном уровне. Нельзя ни о чем говорить. Кстати, почему-то все тоталитарные режимы, все диктаторы, видимо, слово «свобода» ни в какой интерпретации не может быть оглашено в тоталитарной стране. Ни свобода слова, ни свобода прессы, ни свобода волеизъявления или свобода мыслия. То есть, там, где есть слово «свобода», надо все закрыть, запретить переписать историю и запретить изучать ее альтернативную. И за малейшее упоминание, уголовную ответственность за дискредитацию вооруженных сил Рашистской Федерации, сумасшедшие сроки и другие запреты. Ну и самое интересное, ново сегодняшнего дня, был арестован, задержан, правильнее так будет сказать. ФСБ задержало заместителя Шойгу Тимура Иванова. Очень известная личность, но он нигде практически не светился. Известная в своих кругах. Иванов известен тем, на широкой публике, как один из богатейших силовиков. Представляете? Зам министра обороны, он один из богатейших силовиков. Вообще считается, что Тимур Иванов был правой рукой Шойгу и был его кошельком. То есть, все вот эти стыренные миллиарды, которые он там куда-то выводил, у него счета за границей. Он, кстати, очень давно находится в санкционном списке Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза. Против него введены персональные санкции. Его активы, которые обнаружены там и связаны с ним и его семьей, заморожены за границей финансовой разведкой США. Но тут после его ареста, а, и еще одна особенность, такая шишка, ну как у нас обычно бывает, как говорят, борьба с коррупцией, это как программа рыбалка на Discovery. Ловят рыбу, показывают всем ее и отпускают. В России было то же самое. А тут нонсенс, фигура такого уровня, как замминистра обороны, он был задержан и решением суда отправлен в СИЗО до 23 июня. То есть, его арестовали. Пока речь о залоге ни о каком не идет. ФСБ сначала распространило доказательства, точнее, ФСБ распространил информацию о том, что он арестован за взятку в особо крупном размере. Особо крупный размер, чтобы вы понимали, миллион рублей. При том, что мужик воровал миллиардами, то особо крупный размер для него взятки миллион рублей. Вот якобы на этой взятке его поймали. Ну, ФСБ, как всегда, прокололось, потому что сказали, что собирали на него доказательства 5 лет. То есть, они 5 лет наблюдали, как он тырил миллиарды рублей из военного бюджета под прикрышкой Шойгу. И спокойно, а тут вдруг миллион ему принесли, и они решили его раз и арестовать. Оказывается, они все так просто. Почему его решили арестовать на сегодняшний день? Потому что смешалась наша разведка. Там некоторые постят информацию, что он признался, что он работал на ГУР, на Главное управление разведки нашего Министерства обороны. Я не знаю, насколько это соответствует действительности, но задержание заместителя Шойгу в РФИ – это результат действия Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Источник информации говорит о том, что в марте 2024 года, мы помним это громкое заявление, в марте 2024 года, то есть буквально месяц назад, подразделение активных действий ГУР МО Украины провело кибератаку. В результате они получили доступ к конфиденциальной информации и служебным документам вот этого Тимура Иванова. То есть выкачали с его компьютера, персонального компьютера, выкачали целую кучу, целый массив информации. Когда это, и что сделали? Когда эта история стала известна в более широких российских кругах, против Иванова начали расследование по подозрению в коррупции. То есть опубликовали вот эти, точнее не опубликовали, в широкий круг, я бы взял в кавычки. Скорее всего, просто эту информацию распространили среди нужных людей. И когда они узнали, сколько денег украдено этим Ивановым, естественно ФСБ якобы пришло к нему в гости и арестовало его. Но его закрыли, понимаете? То есть это говорит о том, что сейчас не адвокатом, никого к нему не пустят. Сейчас его будут трясти как грушу, чтобы вытрясти из него всю ту информацию, которая интересует ФСБ. Так вот, есть версия о том, что взятка это публичная часть вопроса. А сейчас ФСБ, в том департаменте, который его арестовывал, сейчас ломает голову. Какую же статью ему приписать? Сажать его за взятку или переквалифицировать его статью в госизмену? Издание, источник утверждает, что лично Путин дал команду после того, как удалось убедить, что речь идет именно о госизмене. Сейчас военная контрразведка ФСБ решает, как быть, сажать по взятке или переквалифицировать обвинение в государственную измену. Ну, есть там, работал он на нашу разведку, не работал. В чем заключается его государственная измена, пока мы не знаем. Я думаю, скандал очень громкий. Кстати, это очень сильно выбивает стул из-под задницы Шойгу. Почему? Потому что 7 мая будет инаугурация Путина. Ну, старый новый президент, понятно, процедурно ему очень нравятся эти все тронные залы, золото и все остальное. И он проходит процедуру инаугурации. Ну, соответственно, с этого момента, как только он будет утвержден в должности, примет присягу президента Российской Федерации, с этого момента правительство во главе с Мишустиным получает приставку ИО, точнее, в РИО, временно исполняющие обязанности. Или исполняющие обязанности, как они там уже. И новый глава, новый старый глава государства должен переназначить правительство. И вот здесь, я думаю, что нас будут ждать интересные сюрпризы. Потому что некоторые министры могут не сохранить свои портфели. В том числе, после такого скандала свой портфель может потерять и Шойгу. А это отдалит вооруженные силы Российской Федерации, Министерство обороны Российской Федерации от Путина и его окружения. Потому что Шойгу это жесткая связка. Кстати, это будет показательно. Посмотрим, как поступит Путин в данной ситуации. Решится он поднять руку на Шойгу. Или он будет, наоборот, оставить Шойгу на своем месте и будет использовать арест Иванова, Тимура Иванова, будет использовать как рычаг давления на Шойгу. То есть, поводок станет максимально коротким для Шойгу. И он будет под жестким контролем Кремля. Под жестким контролем Путина. Ну, посмотрим, как дальше будут развиваться события. Что ж, на этом мы с вами сегодняшний обзор оперативной обстановки закончим. Я благодарю вас за ваше внимание, за ваше время, что вы досмотрели до этого момента. Как всегда, приглашаю подписаться на мой канал, те, кто еще не подписан. Те, кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк. Для того, чтобы вы могли увидеть большее количество людей. Кстати, напомню, спасибо, опять же, адепты русского мира подсказали в комментариях. Я это в следующий раз сделаю в начале объявления. Я напомню, что для солдат вооруженных сил Российской Федерации, кто не хочет принимать участие в кровопролитной войне против Украины, кто не хочет становиться военным преступником, для вас есть возможность сдаться в плен. Как это сделать, вы найдете в описании к любому авторскому видео на моем канале. Там горячая линия СБУ и разведки нашей работает. Обратитесь туда, зарегистрируйтесь там. Все анонимно. И самое главное, мы гарантируем соблюдение Женевских конвенций. Посмотрите, как мы относимся к военнопленным российским. Никто не пытает, никто не издевается. Многие даже отказываются от обмена. И самое главное, мы сохраняем в тайне, мы гарантируем конфиденциальность в том, что вы сдались в плен. Потому что знаем, что российская Госдума, или Госдура, как ее называют сами россияне, приняла поправку в уголовный кодекс, что добровольная сдача в плен приравнивается к измене Родины. Так вот, мы гарантируем тайну, сохранение тайны того, что вы сдались в плен добровольно. Поэтому звоните, регистрируйтесь в этих ботах, получайте инструкции и сдавайтесь в плен. Вы сохраните свое здоровье, свою жизнь и вернетесь живым к своим родным и близким. Так что спасибо адептам за напоминание. Теперь буду об этом чаще говорить. Ну а мы с вами, от себя добавлю слова благодарности спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Ну а мы с вами продолжаем вірить в силу обороны Украины. Перемога наша. Слава Украине!